Его не так поняли. Зеленский ответил на славу Буданова о наступлении РФ с севера Патынь. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начальника военной разведки Кирилла Буданова немного не так поняли, когда тот в недавнем интервью говорил об угрозе российского наступления с севера. Об этом сообщает видео новости Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента. В частности, его попросили прокомментировать заявление Буданов о подготовке российского наступления с севера, а также рассказать, что нужно Украине, чтобы отразить его. Я после этого заявления позвонил генералу Буданову, и он сказал, что немного не так его поняли. «Мы понимаем, что наступления могут быть, просто могут быть. Я считаю, что на Востоке самая сложная ситуация, по моему мнению и по мнению командования ВСУ. Считаем, что на Харьковщине проделана серьезная работа, чтобы сделать невозможное мощное наступление с севера», — отметил Зеленский. «По его словам, остановка наступления россиян в Харьковской области позволила затянуть туда войска из разных уголков, которые стояли вдоль российско-украинской границы. И это сделало невозможным накопление сильной группировки на других участках Куайя. Это то, о чем я получил информацию и делюсь с вами, то, что имею от разных разведок нашего государства», — добавил Зеленский. Что говорил Буданов? Ранее начальник военной разведки в интервью прокомментировал угрозу наступления России на север Украины словами, скажем так, «Проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению». И добавил, что катастрофы нет, но нельзя игнорировать планы Кремля о возможной мобилизации 300 тысяч россиян для наступления на севере и востоке. «Это такая для меня немного анекдотичная ситуация. Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. Тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу, а может не будет», — сказал он. Он не стал уточнять, о каких направлениях на севере. «Может идти речь, но добавил, что хороших новостей у меня в этом году много не будет». Отметим, в начале июля россияне попытались прорваться в приграничное село Сотницкий Казачок в Богодуховском районе и создать еще одну точку напряженности в Харьковской области. По последним данным, вражеских диверсантов удалось оттуда выбить. Напомним, ранее глава Центра противодействия дезинформации ЦПЭД Андрей Коваленко заявил, что Буданов не имел в виду наступление со стороны Беларуси. По его словам, наступление с севера и со стороны Беларуси — это разные вещи. На сегодня угроз белорусского направления нет. Также на прошлой неделе сообщалось, что украинские пограничники Харьковской области обустраивают дополнительные наблюдательные посты, чтобы противодействовать российским дрэк-пании.